Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск передачи «Аспекты иностранных дел» на телеканале CBC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске поговорим о предвыборной гонке в Соединенных Штатах и о том, кто из кандидатов имеет больше шансов на победу. В гостях у нас в студии сегодня Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. А по видеосвязи из США к нам присоединяется Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа Рог, штат Висконсин. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что сегодня к нам присоединились. Добрый день! Спасибо за приглашение. Добрый день! Фархад, хочу сначала обратиться к вам. Итак, всю последнюю неделю одной из самых главных тем всех мировых СМИ были состоявшиеся дебаты между кандидатами в президенты Соединенных Штатов Джо Байденом и Дональдом Трампом. Наверное, эта тема затмила даже новости из Украины и из Ближнего Востока, где сейчас самые такие активные конфликты разгораются, горят. И вот по результатам этих дебатов 67% респондентов в результате опроса СНН отдали победу именно Трампу. Сокрушительное поражение Байдена. До сих пор он пытается оправдаться, почему так произошло. Но сначала на прошлой неделе была версия, что у него была простуда недавно, соответственно, он был в не лучшей форме. Сейчас вот новая версия. Он сказал, что до этого у него было несколько долгих перелетов, соответственно, он устал. И вот результат дебатов вот такой, какой мы увидели. Другой вопрос, насколько вот это поражение в дебатах действительно критично для Байдена, потому что, ну, во-первых, Соединенные Штаты достаточно уникальная страна, там всего две партии. И многие избиратели голосуют не столько за кандидата, сколько за свою любимую партию. Во-вторых, и Байден, и Трамп, они имели возможность показать себя в действии, потому что предвыборные обещания – это одно, а действия очень часто различаются с этими обещаниями. Но избиратели могли увидеть, как ведут себя на этом посту и тот, и другой кандидат. Соответственно, возможно, меньше верят уже этим обещаниям. Ну и третий момент – то, что до выборов еще достаточно много времени, несколько месяцев, в нашем быстро меняющемся мире еще много что может произойти, соответственно, мнение у многих может измениться еще несколько раз. Как вы считаете, насколько вообще большой процент сейчас сомневающихся, которые выбирают по результатам дебатов, а вообще насколько большой эффект дебаты могут оказать на результаты выборов? Спасибо большое за вопрос. Начало небольшое уточнение. Да, в Америке на самом деле очень много партий, просто в основном всегда в финале оказываются демократы против республиканцев. Также это демократия, но она своеобразная демократия. Там президента выбирает не народ, а коллегия выборщиков в зависимости от штата. Идея этому послужила убежденность отцов-основателей два с половиной века назад, что люди, в принципе, неграмотные, они в основном увлекаются сельским хозяйством, и они не могут правильно выбирать лидеров. Соответственно, люди голосуют, на основе этих голосов коллегия выборщиков потом выбирает себе президента. Несмотря на то, что, в принципе, Америка сейчас самая сильная страна и достаточно образована, но эта система по-прежнему продолжает сохраняться. Мы видели прецеденты, когда больше голосов набирал один президент и побеждал другой. Если не ошибаюсь, это было во время Буша-младшего Альберта Гора. Несмотря на то, что за Альберта Гора проголосовало больше людей, но коллегия выборщиков больше проголосовала за президента Буша. Но с Трампом была аналогичная ситуация. Да, с Трампом, возможно, тоже была аналогичная ситуация. Я это точно не помню. Первый раз, когда он побеждал. Соответственно, насколько вы сейчас говорили, насколько влияют выборы. Гипотезировать на это, наверное, стоит, потому что в основном, опять-таки, если ссылаться на дату, эти случаи редки, когда коллегия выборщиков, их выбор не соответствует выбору народа. В большинстве случаев все-таки они голосовали так, как люди в большинстве своих проголосовали. Америка – это демократия, но вовлеченность людей все равно небольшая. Не более 50% голосуют на этих выборах. Насколько даже выбранный президент является репрезентативным с точки зрения интересов большого американского сообщества, тоже под вопросом. Мы также не должны забывать, что президент в Америке – это чуть-чуть отличается, чем от президента в других странах. Это все-таки институт. Это не один человек. Он может как-то влиять на формирование внешней и внутренней политики. Но мы чаще всего видим это в вопросах экономики, намного реже в вопросах внешней политики. И когда мы склоняемся к анализу результатов, сейчас они оба в честном положении, плюс-минус один тот же возраст, плюс-минус оба были президентами один срок, у людей есть с чего выбирать. Президент Трамп, наверное, нам запомнится как президент, сдержавший большее количество своих предвыборных обещаний в истории Соединенных Штатов Америки. Правильные эти обещания, красивые они, некрасивые, там построить стену или не построить стену, мы можем соглашаться или не соглашаться с тем правильностью его обещаний. Но он все-таки войдет в историю Соединенных Штатов пока что как президент, который исполнен наибольшее количество предвыборных обещаний. Это невозможно сказать про Байдена. Мы видим чуть разные подходы в вопросах налогообложения. Байден хочет увеличивать налоги, Трамп продолжает сохранять налоги. Также в некоторые моменты внешней политики они тоже серьезно отличаются видением. Юрий, теперь хочу обратиться к вам и поговорить с вами непосредственно касательно Байдена. Вообще у Байдена еще до проигрыша в этих недавних дебатах были достаточно большие проблемы с потенциальными избирателями. Я вот посмотрела статистические исследования на этот счет. Допустим, Институт Галлопа. По их недавнему исследованию 56% американцев не одобряют работу Байдена, а позитивно оценивают его работу только 39%. Еще более новое исследование, Reuters и Ipsos совместное, в июне они его опубликовали, только 37% американцев одобряют работу Байдена на этом посту. Более раннее исследование исследовательского центра Pew в апреле опубликовано, 35% американцев одобряют деятельность Байдена, 62% не одобряют. Другой момент в том, значит ли это, что вот эти все люди, которые не одобряют деятельность Байдена, на выборах пойдут голосовать за Трампа, ну или как минимум воздерживаться от голосования. Или это тот случай, когда, да, я не одобряю Байдена, но другой вариант еще хуже, как бы приходится убирать из двух зол, и, соответственно, есть вероятность, что даже те, кто не одобряют, пойдут и все равно проголосуют за Байдена. Надо понимать, что Америка это не Северная Корея, и поэтому той поддержки, которая есть у диктатора, никогда не будет у нормального политика, который президент в разделенной стране, когда, с другой стороны, есть активные средства массовой информации, которые рассказывают все, что угодно, чтобы снизить поддержку оппонента, конкурента. Поэтому сказать, что у Байдена 39%, я думаю, что мы теперь живем в таком мире, когда в демократиях у лидеров будет трудно набрать более высокий процент, учитывая, с каким трудом и как усиленно работает и пропаганда от оппозиции, и также кремлевская пропаганда, которая, когда вы говорите, что весь мир говорит о дебатах, это действительно совпадает с тем, что это, с одной стороны, в демократиях реальная повестка, были дебаты, надо обсудить. Да, но здесь тот момент, что не просто не все не поддерживают Байдена, вопрос в том, что большинство не поддерживает деятельность Байдена. Хорошо, тогда вернемся к тому, о чем говорил ваш эксперт ранее, когда он рассказывал про выборы в Соединенных Штатах. Продолжить идею с коллегией выборщиков, нужно отметить, что выборы проходят на штатном уровне, у нас 50 выборов, поэтому нужно Байдену и Трампу выиграть большинство коллегий, базируясь на штатах. Соответственно, у нас почти все штаты уже предрешены, Калифорния никогда не проголосует за Трампа, Нью-Йорк никогда не проголосует за Трампа, потому что они его, к тому же, еще и знают. Он нарушил все свои обещания, он врет бесперерывно, он мошенник, он преступник, он разорил казино. Это просто такое безумие, насколько этот человек не умеет ничего делать. Но есть штаты, которые Миссисипи, Алабама, вот этот юг, которые проголосуют за Трампа, что бы он ни говорил на дебатах, неважно. Поэтому у демократов происходит такая саморефлексия, а кремлевские диктаторские СМИ просто радуются, что смотрите, как Трамп себя хорошо показал. Но Трамп на этих дебатах врал более 30 раз, Трамп отказывался отвечать на вопросы, Трамп просто вел себя, ну, очень паскудно. И это заметно было, потому что самая большая коалиция в Соединенных Штатах – это антитрамповская коалиция. И люди очень нервничают, что Байден не в состоянии противостоять этому оранжевому мамонту, который может разгромить всю Америку и сделать из нашей демократии что-то, ну, я даже страшно представить, что он уже это открытым текстом заявляет. Он хочет дружить с диктаторами, он ненавидит демократии, он ненавидит, ну, свободу. Поэтому, наверное, частично потому, что его признали преступником. Ну, наоборот, на этой неделе как раз-таки суд постановил, что Трамп имеет иммунитет от ряда преследований. Да, это хорошо. Как раз именно то, куда я собирался перейти. То есть благодаря Верховному суду теперь мы имеем такую ситуацию, когда президент Байден просто обязан уничтожить Трампа, уничтожить Верховный суд, потому что ему теперь, оказывается, дали власть, он теперь как король. У нас президент теперь король, и он может делать все, что хочет. Но при этом мы видим, что система у нас такая, что президент Байден не будет этого делать, потому что он себя считает связанным по рукам и ногам, сам лично связал себя с законом и порядком, как он его понимает. То есть это очень интересная ситуация, когда все те, кто за Байдена, говорят, срочно уничтожь Трампа, что ты ждешь, тебе закон в руки уже дал Верховный суд. Но Байден хочет, чтобы люди сами проголосовали за демократию и поддержали сами лично демократию, несмотря на коллегию выборщиков и так далее. Но нам всем нужно первоначально проголосовать, особенно в Свинкштадтах, как, например, в котором я живу, Висконсин, где есть большие города, которые всегда за демократов, и сельская местность, деревни, которые всегда за диктаторов. Там живут расисты, там с трудом понимают, как жизнь происходит за пределами маленького города. Это большая проблема в нашей стране. Но в результате Байдену нужно, демократам, нужно иметь кандидата, который просто выиграет на выборах. Потому что демократы отказываются использовать власть, которую им силу, которую им дал Верховный суд, чтобы уничтожить депозицию. И мои зрители просто не в понимании, почему Байден еще этого не сделал. Но надо понимать, что не надо считать, что доброта – это слабость. Не надо смешивать доброту за слабость. И Трамп все равно проиграет, потому что Трамп – это полное универсальное путинское зло, которое демократы и не только демократы видят. Поэтому большинство людей против Трампа, они просто хотят, чтобы у демократов был выигрышный кандидат. Ну, сейчас посмотрим, если Байден согласится, что он продолжает, хочет оставаться. Потому что демократы начали теперь говорить про вице-президента Камала Харрис. Потому что, в отличие от республиканцев, у которых все, Дональд Трамп, чтобы он не говорил, у демократов институт. Есть президент, есть вице-президент. Кто следующий? Байден, не Байден? Главное – победить на выборах. А вот касательно возможных альтернатив, Архад, хочу вас спросить. Действительно стали после поражения Байдена на дебатах говорить о возможной его замене? Даже вот агентство Bloomberg сообщило, что десятки конгрессменов от демократической партии сейчас готовят обращение к Байдену с призывом, чтобы он снялся с этой гонки. Ну, действительно, обычно официально кандидатуру от демократической партии заявляют в августе на съезде партии. Так что, в принципе, время еще есть. Но, с другой стороны, есть ли, на ваш взгляд, у демократов сейчас более популярная персона, чем Байден? Которая могла бы, теоретически, составить по популярности конкуренцию Трампу? Да. Опять-таки, я же не политический обозреватель, я экономист. Я больше смотрю всегда на цифры, а не на эмоции, на то, что люди считают, думают из-за своих политических убеждений. И плюс я азербайджанец, мне как бы лично все равно, кто там изберется в этом плане. Республиканцы исторически для Азербайджана всегда были лучше. С ними на контакт у нас получалось более продуктивно, чем с демократами. Это можно назвать, что вот они там с такими-то диктаторами пытаются договариваться. Вас не устраивает то, что делает Энтони Блинкин сейчас в регионе? Да, мы лицемерие Соединенных Штатов, как азербайджанцы, увидели в полной мере, когда как раз результаты их отчета по армянам, вышедшим из Гарабаха, вышли. Я думаю, по поводу того, как может измениться политика Соединенных Штатов в отношении Азербайджана, в зависимости от победы того или иного кандидата, мы еще поговорим. А сейчас вот об альтернативах Байкера. Давайте вот на этой теме остановимся пока. Есть ли какие-то альтернативы реальные? Да, альтернативы реальные. Был всего лишь один прецедент, если я не ошибаюсь, за 200-летнюю историю Соединенных Штатов, когда прямо уже в предвыборной гонке менялся кандидат. И как раз, по-моему, тоже была демократическая партия. Сейчас имя не вспомню, но помню, что читал на эту тему. В современном мире, когда инструменты пиара и раскрутки, в принципе, кандидата достаточно развиты, можно попытаться это сделать. Но популярность Трампа и его идей достаточно сильны. Если в демократической партии человек, который может противостоять этому рупору пропаганды, я не вижу со стороны. Опять-таки же, но я не являюсь специалистом по выборам в Соединенных Штатах. Я лишь смотрю на результаты, на цифры, и пока что не видно никого, кто бы мог заменить Байдена. Ну вот спросим у Юрия. Юрий, вы как считаете, смотря изнутри Соединенных Штатов? Вот вы упомянули до этого Камалу Харрис, вице-президента Соединенных Штатов. Ну, в принципе, действительно, сейчас очень многие СМИ об этом пишут. И первое, кого они упоминают, это именно она. Это логично, она на виду, ее имя на слуху. Но вот на ваш взгляд, насколько она серьезный политик, если противопоставить ее и Байдену, и Трампу? Я думаю, что вашим зрителям будет, наверное, сложно понять, насколько она не важна. Она, как человек, никого уже перестала интересовать. Вопрос в том, может ли она побить Трампа, вице-президент. Это политик национального уровня должен быть проверен. Все скелеты в его шкафу или ее шкафу должны быть уже проветрены, чтобы мы знали, что от этого человека ожидать. И когда мы видим человека, которого мы все любим, но мы никогда его не видели на национальной сцене, мы боимся, потому что знаем, что у этого человека будут какие-то скелеты, которые вынуты будут трясти перед нами. И Трамп будет говорить, я самый опытный, да возьмите меня, берите меня, потому что я уже был президентом. И все это будет доказываться на разных уровнях, поэтому там сам факт, что Камела Харрис не самый популярный политик, но она является представителем определенных групп меньшинств, женщина, вице-президент, то есть она уже в системе показала себя, дает ей на данный момент самый хороший шанс. Но понимаете, разница между экспертами в англоязычном пространстве и русскоязычном пространстве, то, что в англоязычном пространстве, когда человек говорит, это не моя сфера специальности, они после этого нее не обсуждают. А говорить, что я экономист, я не занимаюсь политикой Америки, мне вообще все равно, и после этого выражать мнение, кажется как-то контрпродуктивно. Вы уже признали, что это не ваша тема, я же не обсуждаю экономику. Ну тут момент, наверное, в том, что к Байдену большие претензии именно в экономике, и избиратели именно поэтому так плохо оценивают его деятельность, потому что экономические проблемы у Соединенных Штатов нарастают. Так что в экономике здесь очень важно разбираться. Пожалуйста, Соединенные Штаты бьют рекорды по экономике, весь мир завидует нашей экономике, наш рынок акций бьет рекорды сейчас почти каждый день. У нас безработица не самая низкая за 50 или 60 лет. У нас сейчас все экономика, понимаете, при демократах экономика улучшается настолько, что американцы думают, ура, можно выбрать республиканцев, и машина опять идет в кювет. Это просто полный кошмар. Но проблема в том, что независимые избиратели, они независимы, потому что они не следят за тем, что происходит. Это означает, что да, они действительно следят за тем, что, знаете, цена на бензин, цена на яйца. Вот такое, знаете, люди согласны на фашизм, казалось бы, с 20-процентной скидкой. И вот приходится им объяснять, что есть разница между тем, что вам обещают, а потом врут, потому что Трамп популист, а так себя ведут популисты. А есть Байден, который центрист, который говорит какие-то резонные вещи, которым нужно прислушиваться, задуматься. И я думаю, что большинство резонных американцев проголосует за любого демократа, за пустую консервную банку, потому что это будет меньше вреда, чем Дональд Трамп. Поэтому какой будет кандидат? Есть Гавен Ньюсом из Калифорнии, есть Гречен Витмар, губернатор из Мичигана. У демократов очень длинная скамья желающих кандидатов на 28-й год, в принципе. У республиканцев длинная скамья подсудимых, потому что они все почему-то оказываются на суде, потом в тюрьме, сейчас еще одного советника Трампа посадили. И не надо рассказывать, что это потому, что я поддерживаю демократическую партию, я обязан такие вещи говорить. Нет, демократической партии повезло, что мое мнение с ней совпадает. Потому что могло бы не совпадать. Я недоволен абсолютно поведением многих моих, с одной стороны, однопартийцев, потому что они не поддерживают Израиль достаточно, с моей точки зрения. Но мы вместе, потому что мы понимаем, что Дональд Трамп – это то зло, которое может просто уничтожить Америку. И поэтому все люди, которые готовы решать проблемы, а не просто пытаться сжечь страну, оказались демократической партией. Фархад, вот касательно того, что уничтожить страну. Вообще, Дональд Трамп в своей предвыборной программе обещает, что если он выиграет, то он реализует проект 2025. И этот проект предполагает расширение президентской власти и устранение ряда государственных институтов в Соединенных Штатах. Как вы считаете, как это действительно может изменить Соединенные Штаты? Я бы хотел сначала немножко экономическую перспективу добавить сюда. Коллега совершенно прав в том, что Соединенные Штаты показывают достаточно неплохой экономический рост и результаты за правление Байдена. За исключением инфляции, в принципе, все остальные показатели достаточно в норме. Да, рынок высокий, но то же самое мы видели в 2007-2008 году перед коллапсом. Перед всеми баз-циклами мы видели те же самые экономические результаты. Но мы также, опять-таки, еще чуть-чуть окунуться в историю. Биллу Клинтону очень много приписывается побед экономических. Просто в экономике все так быстро не работает. Ни один президент не может ничего сделать за 4 года. Соответственно, Клинтон пожимал парады дерегуляции, которые Рейган начал. То, что сделал Трамп, объявил войну торговую Китаю, поставил блок, начал реиндустриализацию Соединенных Штатов. Это все начало работать именно во время Байдена. Здесь еще, наверное, не нужно забывать, что конец правления Трампа пришелся на пандемию. Соответственно, наверное, это одна из причин, по которым он проиграл в предыдущих выборах. Да, тяжело на таких кризисах выигрывать. В принципе, коньки. Просто тут не все так однозначно. Когда мы говорим о экономических результатах последних годов или двух, невозможно ничего сделать, чтобы экономические результаты улучшились в течение одного-двух лет. Это долгосрочная стратегия, которая работает и идет вперед. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Из того, что делает Трамп. И опять-таки смотрим объективно. У демократов всегда была большая политика мирового правления США и гегемонии Соединенных Штатов перед над всеми. И, соответственно, они всегда хотели, чтобы Соединенные Штаты были самыми сильными. Они поэтому 68% бюджета НАТО на себе несли и защищали Европу. Ядерный зонтик там обеспечивают и так далее, чтобы все плясали под их дудку. Трамп, наверное, за последнюю современную историю Соединенных Штатов Америки первый президент, который начал думать об американцах самих, то, что у них у себя хорошо. Соответственно, он предложил обязать все эти НАТОвские страны увеличивать свои военные бюджеты. Если они будут увеличивать, он отошел от того, чтобы быть палкой-выручалкой, и скорее даже дубинкой всего остального мира. Европу защищать от Китая или от России или и так далее. Это человек, который отошел от этих амбиций глобального управления и начал думать, make America great again, сделаем Америку саму по себе, внутри состоявшейся. Потому что за очень долгое время она потеряла свою индустриальную мощь. Китайцы уже опередили ее в высоких технологиях. И это был Трамп, который поставил крест на экспорте новых высоких технологий Соединенных Штатов, сильно затормозил развитие Евразии. Благодаря нему, в принципе, мы получили то, что получили. А то, что произошло во время Байдена, опять-таки, мы увидели войну в Европе, которая сыграла на руку Соединенным Штатам Америки, так как в Европе кризис, высокие цены на энергоносители, там ничего производить уже смысла не имело. Трамп начал войну против, торгую войну против Китая. Китай, соответственно, тоже ослаб. И Америка на фоне всего ослабшегося индустриального мира в Евразии стала идти вперед. То есть, поэтому, если, смотря мы, как мы подходим к вопросу, что хорошо для американца, который там живет, ему все равно, что происходит на Украине, в Европе, какие там глобальные эстаблишменты. А Трамп, он антиэстаблишмент, он не из эстаблишмента политического. Байдены, Кеннеди, Клинтоны, Буши и так далее, они все из эстаблишмента. У них более глобальное видение мощи Америки, они, соответственно, продвигают идею единой корпоративной управления. Они все лоббируются большими компаниями, большими банками. Они все давно и давно уже куплены. И эти все компании финансируются исключительно. Трамп, объективно, смотря, что он сделал, он отошел от этого всего и начал думать, как сделать жизнь американцу у себя в Америке получше. И он, и реиндустриализация, открытие заводов, то, как маленький и средний бизнес начал развиваться во время Трампа, не было за последние много-много лет, ни при какой другой администрации, в том числе и республиканская администрация, Буша мы тоже видели. Соответственно, провалит ли он Америку, может быть, он провалит гегемонию Америки над миром, и это очень хорошо, в принципе, я за многополярный мир, за децентрализацию принятия решений, я хочу сильную Америку, я хочу сильную Россию, сильную Европу, сильную Китай, чтобы никто не имел права диктовать кому-то какие-либо условия. Это то, к чему мы идем, наверное, если получится у него сделать то, что он хочет. Юрий, а вы что думаете касательно этого проекта 2025 от Трампа? Насколько, на ваш взгляд, вообще, по сути, ведь это узурпация власти в какой-то степени, насколько это позволяют законы Соединенных Штатов? Насколько, как вы считаете, это вообще реализуемо в Соединенных Штатах? Есть ли сила какая-то, которая может помешать Трампу? Если все-таки рассматриваем ситуацию, что он победит, вот чисто гипотетически. Ну, во-первых, всегда есть надежда на то, что он, наконец, съест тот бургер, который отправит его на тот высший суд, который отправит его туда, куда ему надо быть. То есть глубоко вниз. Понимаете, то, что рассказал ваш эксперт, лучше для понимания Америки просто забыть и вычеркнуть, потому что это переверание дат, президента, администрации, реформ, целей, результатов всего на свете. Но я просто хочу сказать, что Америка и вот этот весь мир, в котором живет Азербайджан и все остальные страны, если он развалится, то не будет торговли. Это американская военная мощь гарантирует способность людей торговать на этой планете. И если этого не будет, то тогда все будут общаться только со своими региональными силовиками. Там, я не знаю, Иран, Россия, США, кому как повезет, Китай. Поэтому не надо здесь катить баллон на гегемонию Соединенных Штатов. Это такая глупость. В принципе, сейчас это и происходит. Сейчас региональная торговля нарастает, а международная торговля сокращается. Ну вот именно, пожалуйста. Вот вам и результат того, что не будет Соединенных Штатов и не будет мировой торговли. Кто будет защищать торговые пути, кроме как американской военной машины? Простите. Возвращаясь к вашему проекту 2025, к моему проекту в моей стране, это невероятная опасность. Это очень большая опасность, которую теперь, из-за того, что Верховный суд сделал из президента короля, может стать реальностью очень-очень легко. А это просто сделать из страны фашистское диктаторское государство, забрать права и депортировать иммигрантов. Меня вообще поражает, как люди, которые приехали из постсоветского пространства, находят в себе наглость голосовать за республиканцев. Это люди, которые их ненавидят, это люди, которые... Мы сюда пробрались на зло республиканцам, и теперь мы как бы, значит, за республиканцев. Это какой-то такой бред. Ну, смотрите, у республиканцев будет конвенция, съезд. У нас в Миллоке, где я живу рядом, в Висконсине. И что здесь происходит? Трамп, которому нужно собирать публику. Знаете, как политик должен призывать к себе, что вы голосуете за меня. Он вместо этого на встрече с конгрессменами назвал город Миллоке ужасным городом, где будет съезд. И вот уже сделали значки в Миллоке, где, значит, написано Миллоке, ужасный город. То есть Трампа здесь уже ждут, и тут, значит, такой замечательный красненький слон, который и внизу под ним такой оранжевый такой, что-то он из него вышел из этого слона. Так что Трампа ненавидят, Трампа ждут, Трампу готовятся. А кто будет от демократов, в каком-то смысле менее важно, потому что голосовать будут против Трампа, против этого проекта 25, против того, чтобы забрать права у женщин, забрать права у меньшинств в каком-то смысле. Это просто идет атака на Америку, и Верховный суд ее сейчас возглавляет. И этот проект 25, это все, о чем говорят сейчас демократы, потому что это будет то, что будет использоваться, чтобы наполнить не сомневающимся избирателям, что Трамп это следующий фашист, это следующая диктатура. И поэтому надежда на то, что его прокатят на выборах с достаточно большим отрывом, чтобы он не мог это слишком сильно оспаривать в судах, потому что когда он в судах оспаривает, что у него украли выборы, у него это пока что не идет никаким образом, потому что у него никто не украл выборы. Он всегда врет. Как вы знаете, что Трамп врет? Он открывает рот. Поэтому когда вы говорите, что он сделал что-то для Америки, он ничего не сделал для Америки. Посмотрите, сколько людей погибло у нас, миллион людей погиб при ковиде, а он рекламировал людям взять дезинфекты, мыло там какое-то, и себе уколы самим таким себе делать. Это просто человек, который не знает ничего, но при этом говорит на публику. Выбирать себе такого диктатора, это себя не уважать. И он будет дружить с диктаторами, и это будет слабая Америка, потому что Америка, которая без союзников, страна, которая без союзников, это слабая страна. Смотрите на Россию, у них одна Северная Корея. Это так печально. Так что союзники очень важны. И для Соединенных Штатов союзники очень важны. Говорить, что нам никто не нужен, это провальная ситуация для Америки и для любой страны. Ну, наверное, сколько людей, столько и мнений. Вот сейчас New York Times и Wall Street Journal опубликовали исследование, и оно говорит о том, что сейчас Трамп обходит Байдена на 6%. Соответственно, есть достаточно много американцев, большинство, которые поддерживают именно Трампа. Подождите, я только хотел бы уточнить, что выборы будут в ноябре, поэтому важно следить за мнением людей, но понимать, что выборы не сегодня, к счастью для Байдена. Выборы в ноябре. Посмотрим, что за это время произойдет. А сейчас ситуация, я согласен, очень тревожная. Хочу перейти к другой теме, посмотреть с нашего региона на всю эту ситуацию. До этого, Фархат, вы говорили о том, что с республиканцами у нас, у Азербайджана складываются отношения лучше, чем с демократами. Но сейчас речь не столько о партиях, сколько в целом о конкретных кандидатах. Как вы считаете, стоит ли нам на сегодняшний день болеть за кого-то из кандидатов? За Трампа или за Байдена? И как будет отличаться политика Соединенных Штатов в зависимости от победы того или другого? В политике в основном интересы важны, нежели болеть или не болеть за кого-то. Азербайджан вчера сделал свой стратегический выбор. Мы подписали стратегическое соглашение с Китаем по очень многим вопросам. Это показывает укрепление. Это то, что я все время здесь говорил, что Туран важен для Китая. Это логистический путь по обходу с санкциям. Это установление Турции и Туранской армии как противовес всему этому. Но по сути, когда мы говорим, что там Трамп или республиканцы дружат с демократами или не дружат. На самом деле дружат и те, и другие. Мы помним реплику Обама, когда он с Путиным закончил разговор. Он забыл, что ему отключили микрофон. Всю передачу в прямом эфире он наезжал на Путина. А потом, когда отключили микрофон, он ему сказал, что извини, после выборов я буду более гибкий в общении с тобой. Он забыл об этом, это попало на камеру. Трамп просто понимает реалии, что он не может победить диктатуру своими желаниями. Америка, если помните, после Второй мировой войны, в принципе, пыталась эту американизацию, вестернизацию привезти джинсы Макдональдс во все страны, чтобы все думали как американцы и имели их же систему управления. И прогибали. Это не особо пользовалось популярностью, но деньги были у американцев, соответственно, кредитами, World Bank, Международного валютного фонда. Они имели очень большое влияние на развивающиеся страны, которые мало отличались их видением демократии. Китай же всегда предпочитал другой способ. После того, как он начал зарабатывать деньги, он... Демократия, они там что-то делают. Я дам вам возможность высказаться по этой теме после того, как Фархад закончил. Да, Китай, в свою очередь, выбрал другую политику. Он приходил с деньгами, но не требовал никаких изменений во внутренней политике. Он просто хотел зарабатывать деньги. И, соответственно, таким образом он начал свое влияние на Евразии и в Африке расширять. Американские правители понимают то, что невозможно всех прогнуть, если не надо с кем-то договариваться. То есть как-то надо говорить. Невозможно всех там поменять все строй в мире и сделать всех большими любителями демократии. Есть народы, которые готовы к этому. Есть народы, которые не готовы к этому, хотят или не хотят. Соответственно, я не вижу фундаментальных причин сомневаться то, что они все говорят. С диктатором кто-то открыто, кто-то тайно, кто-то скрыто. Так политика устроена, к сожалению. Они вынуждены это все делать. Хотят они это или не хотят они этого делать. Для Азербайджана исторически, опять же, с республиканцами было легче работать. Почему я говорю исторически? Потому что наилучший предиктор будущего – это прошлое поведение. В прошлом демократы вели себя с Азербайджаном более лицемерно и более двойными стандартами подходили в вопросе Армении, в вопросе Карапаха, в вопросе наших связей с Турцией, с Россией, с Ираном. Республиканцы подходили как бизнес as usual. Это то, что мы называем бизнес. До тех пор, пока их права здесь не ущемляются, их компании здесь присутствовали, добывали нефть, участвовали в логистических проектах, пока не могли что-то говорить. И имели слово, для них все было окей. Как только они потеряли эту возможность контролировать эти потоки торговли, коллега, я очень с ним согласен, что Америка является гарантом торговли на данном этапе. Но понимаете, у этого есть и вторая сторона модели. Она может, как разрешает всем торговать, может точно так же запретить всем торговать. Этот флот может направить против грузовых судов Китая и, да, деленных от грузовым судам Тайваня. И Америка вправе сейчас выбирать, кто с кем может торговать. Эта система потеряла свою актуальность, она уже не актуальна. И вся Евразия стала против этого. И это, опять-таки же, исторически много раз повторялось. Голландская империя рухнула, Британская империя рухнула. Все одно и то же повторяется каждые 100-150 лет. Мы только видим, что от рухнувшей империи мир всегда только становился лучше, экономика только росла. Нет абсолютно ничего плохого в децентрализованном принятии решения. Абсолютно. Исторически, экономическая история этому и учат. Что плохо иметь однополярный мир. Всегда лучше иметь систему checks and balances. И то, что сейчас происходит, мы видим, что выстраивается эта многополярная система. Будет боли на каком-то периоде, конечно, пока это все установится. Какие-то там стычки, войны, политические игры, интересы будут превалировать. Да, ну, лет через 20-25 мы, скорее всего, увидим уже совсем другой мировой порядок. Не тот, который мы видим сейчас. Юрий, к вам вопрос вот по этой же самой теме. Я так понимаю, у вас совсем другое мнение касательно Азербайджана. Как вы считаете, мы, как страна, как Азербайджан, что выиграем, что получим в случае победы Байдена на следующих выборах? И что мы получим в случае победы Трампа? Что получим мы все? Знаете, интересно, когда слушаешь коллегу по эфиру, думаешь о том, как давно люди ждут, когда рухнет доллар. Ждут и ждут, и ждут, и ждут, и ждут, и ждут, и ждут. Надо понимать, что Трамп, он транзакционный. Он, вы ему, он вам. Поэтому ему как бы не нужны союзники, он избавляется от всех. Я тут главный, значит, я тут главный как пахан, все дела через меня и так далее. Это, я не знаю, может быть, это может кому-то помочь. Наоборот, то, что предлагает Байден, это коалиции. Это то, что он восстановил НАТО. Это то, что он построил, это Трампштайн, который работает, там, больше 50 стран работают вместе, чтобы помочь Украине победить Россию. Поэтому Байден – это коалиция демократии, а Трамп – это такие транзакционные отношения диктаторов. Поэтому я тут просто рекомендую всем посмотреть вокруг и подумать, где они находятся, и сделать из этого определенные выводы о будущем отношений США и их страны. Юрий, еще один вопрос к вам. Вопрос касается политики, поэтому именно вам хочу адресовать. Вопрос касается политики, которые говорят о том, что если Трамп победит, то роль Соединенных Штатов в НАТО может очень сильно измениться. Вплоть до того, что СМИ писали о том, что даже европейские страны готовят план действий на тот случай, если Соединенные Штаты выйдут из НАТО. Как вы считаете, что если вот такое произойдет, выйдут Соединенные Штаты или сократят финансирование НАТО, как это отразится на безопасности в Европе? Это будет ужасно, потому что то, что предлагает Трамп, это несколько уровней. Знаете, у него там клубы, отели, поэтому он предлагает, кажется, там золотой уровень, серебряный уровень и бронзовый уровень в НАТО. И за то, чтобы быть бронзовым уровнем в НАТО, это не выигрышный вариант. И вообще он не собирается НАТО расширять, и он собирался из НАТО уже выйти. Поэтому если вы, зритель, диктатор, слушатель, относитесь к идее НАТО ужасно, потому что это такая угроза России, ну тогда Трамп это самое прекрасное, что может произойти, потому что это будет, ну, США выйдут из, не будут принимать активного участия. Даже если будет атака на какую-нибудь Францию или Великобританию, то Трамп уж точно будет торговаться, а потом еще не поможет вовремя, потому что он ужасный бизнесмен. Это вот просто видно из всех его решений, он всегда выбирает самое ужасное, глупое, враждебное решение из всех возможных. Но он выведет Америку из НАТО, и это будет мир, в котором, как я уже говорил чуть раньше, каждой стране придется разбираться с тем, кто здесь местный силовик. И поэтому будут налаживать отношения. Вот я слышу, что Азербайджан, сказали, подписал договор с Китаем. Это признание определенных схожестей. И в этом смысле, когда Россия подписывает договор с Северной Кореей, я говорю россиянам, приготовьтесь, вы теперь меритесь на Северную Корею. Это ваш идеал, ваш стандарт. Раньше говорили, о, мы хотя бы не Северная Корея, а теперь говорят, мы будем там и скоро. Ну вот, приготовьтесь. Поэтому то, что произойдет при Трампе, это будет полная вакханалия силовиков и диктаторов во всем мире. Потому что после этого даже Соединенные Штаты не ожидают, что будут следующие выборы после, если изберут Трампа. Поэтому то, что происходит сейчас, это летний такой ужас. Байден в своих дебатах, это был прекрасный шаг. Он хорошо рассчитал. Он только не рассчитал, что произойдет, если он проиграет. Ну, он не рассчитал, что он так проиграет. Но теперь у него есть старые дебаты, на которых он может ситуацию улучшить, если он будет еще кандидатом в тот момент, потому что у него достаточно саморефлексии, чтобы задуматься об этом. Он же не диктатор, он может уйти на пенсию. Поэтому у него есть выбор, он разбирается, американцы пытаются разобраться. И да, сейчас лето, люди недовольны. Это бывает. Нам только рассказывают, что страна тут проблемы, там проблемы. Израиль, смотрите, в общем, Байден слишком много поддерживает Израиля. Он теряет поддержку слева. Но к ноябрю все это сформируется. И мы, я говорю по поводу того, кому за что болеть. Я думаю, что Азербайджан должен думать, а в Азербайджане это прекрасно. А в Америке мы, избиратели, особенно в замечательном нашем штате Висконсина, разберемся с Трампом. И не будет Трампа еще 4 года. А потом непонятно, потому что каждые выборы, мы теперь будем перед выбором, когда у нас либо партия, которой будет закон и порядок, какие-то попытки, демократы, и партия, которая практически обещала, что на следующих выборах, которые они выиграют, они сделают из Америки диктатуру, то есть республиканцы. И вот этот выбор будет стоять теперь перед американцами, даже не зная, когда это может измениться. Фархад, и, наверное, последний вопрос будет к вам. Вопрос по экономике, поэтому адресую вам. Как вы считаете, чем будет кардинально отличаться экономическая политика Соединенных Штатов в зависимости от того, кто станет победителем на президентских выборах? К сожалению, республиканцы, они демократы, не радуются своим подходом к государственному долгу, и те, и другие увеличивают его, поэтому небольшие изменения, повышение налогов, демократы стремятся их повысить, Трамп все еще сторонник того, чтобы не повышать, а понижать, но при этом он сильно увеличивает госдолг и государственный затрат. Мы в истории после Клинтона еще не знали другого президента, который сбалансировал бы бюджет, несмотря на это. Хотелось бы, наверное, это видеть от республиканцев, но, к сожалению, исторически это обычно делали демократы, балансировали бюджет, как это ни удивительно не смотрится. Поэтому будем видеть большой всплеск, наверное, развития среднего и малого бизнеса, пойдет дальнейшая реиндустриализация Соединенных Штатов Америки, пойдут дальше торговые войны против Китая и Азии, что будет позитивно дальше сказываться. Вне зависимости от того, кто победит? Да, вне зависимости. Я не думаю, что сильно экономическая часть политики меняется от президента к президенту. Трамп, единственное, что он делал, он это делал намного быстрее, чем какой-либо из других президентов, и делает это открыто. Всегда Соединенные Штаты боялись азиатского тигра. Он первый, кто ввел санкции, он первый, кто об этом начал говорить публично, не боясь, и, в принципе, начал этот процесс. Байден все это тоже сам продолжил, даже увеличил определенные санкции, несмотря на то, что демократы всегда отличались своей либеральной политикой в вопросе свободной торговли и так далее. Поэтому экономически фундаментальных изменений ждать не стоит. Политика эта будет продолжаться. Оба президента, демократичные и республиканские, будут настроены на повышение производства внутреннего, индустриализации, меньше фокус на сервисной индустрии, больше фокус на производстве. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. По видеосвязи из США к нам присоединялся Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа РОК. штат Висконсин. Это был специальный выпуск передачи «Аспекты иностранных дел». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о президентской гонке в Соединенных Штатах и о том, кто из кандидатов имеет больше шансов на победу. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин